Привет, я Любовь Смирнова, а это мой нескучный сад в Питере. Сегодня я расскажу вам, как высаживаю тюльпаны. Но я их высаживаю осенью не традиционным способом, как мы привыкли на клумбу или цветник, а в вазоны. Обычно тюльпаны высаживают осенью. Сажать их надо успеть до морозов, чтобы они успели пустить корни, но не пошли сами в рост. Обычно высаживаются, как правило, они на клумбы, цветники, но мне понравился вот такой метод высаживать их в вазоны. Дело в том, что такой вазон предохраняет луковицы от нашествия мышей зимой, а также вазон можно весной унести в теплицу ранней весной и более получить раннюю выгонку тюльпанов, когда еще сад пустой и тюльпаны будут радовать вас уже своей красотой. Для вазонов, в качестве вазонов, я беру либо вот такие вот горшки, но надо брать не менее 10 литров, чтобы получить хорошее цветение, было достаточно земли. Объем очень важен. И также я использую вот такие строительные ведра. Они объемом 12 литров, но на них надо на донышке сделать прежде всего дренаж. Для этого я использую толстое сверло и электродрелью делаю несколько отверстий, вот как здесь, где-то 7 отверстий, и тогда лишняя влага будет уходить. Ведра с посаженными луковицами надо приспособиться хранить. Я, знаете, экспериментировала, делала три вида, три способа хранения использовала. Один в погребе, один в саду прикапывала и третий в теплице. Вот что я хочу сказать, в погребе у меня появилась сверху плесень. Как бы луковицы были живы, все цвело, но мне немножко это напрягло, потому что это могло повредить, могло подействовать, потому что плесень опасна, это мы все знаем. Тот вазон, который зимовал в саду прикопанный, мне понравился больше всего, потому что достаточно было влаги. Он пошел в рост немножко позже, чем тот, который в теплице был, но потом он догнал. Почему? Потому что тот, который был в теплице, там недостаточно было влаги, земля была пересохшая. Так что в этом году я хочу все буквально вазоны поставить в грядки, у меня высокие грядки с мягкой землей, и просто их прикопать вот так до уровня земли, чтобы было достаточно влаги, будет снег, он их прикроет, ну и мороз им не повредит. В 12-литровое ведро я сажаю 10-12 луковиц, это зависит от размера. Если луковица, крупные, то 10 достаточно, если помельче, то можно распределить и 12. Вот таким образом расстояние примерно, сейчас покажу вам, и высота получается где-то 2,5 луковицы вверх, на такую высоту. Вот таким образом они будут посажены. Потом я засыпаю землей доверху и в таком состоянии потом определяю на зимовку. Весной, после цветения, все луковичные имеют такую особенность, у них жухнут листья, и поэтому их лучше убрать с глаз. Я убираю за домом, у меня вот здесь под кустами они доходят, дозариваются луковицы, вот в таком виде. Здесь есть и нарциссы, и крокусы, и некоторые тюльпаны, которые я не выкопала. Вот хочу проэкспериментировать, как они будут себя вести, если их не выкапывать, потому что обычно я выкапываю из ведер весной и просушиваю их. Поэтому вот они у меня вот таким образом летом находились. Сейчас я их определю в грядку, прикопаю их вот до этого уровня землей, чтобы не замерзли, а весной выставлю в теплицу, чтобы пораньше, и они будут украшать вход в дом. А это грядка, в которой будут зимовать мои тюльпаны. Сейчас на ней растет горчица в качестве седирата, но скоро я ее перекопаю и выкопаю ямы, ну, на глубину, чтобы ведро поместилось вот до таких пор, и вставлю сюда ведра. Вровень с землей больше ничем прикрывать не буду, этого вполне достаточно, будет снег, так он прикроет еще. Ну, тюльпаны так зимуют хорошо, это проверено. Хотя я могла их, конечно, в теплицу поместить, но я еще раз говорю, что там очень сухо, и не хватает им влажности, и поэтому земля становится, пересыхает, и весной гораздо хуже выглядят тюльпаны, нежели те, которые были закопаны в саду или на грядке. Ну вот, на сегодня и все. Спасибо, что были со мной. До новых встреч в моем нескучном саду в Питере.